Здравствуйте! В эфире программа «Действующие лица». Меня зовут Алексей Шулепов. Не буду скрывать, есть у меня несколько любимых тем. Одна из них – это искусство, в данном случае – это музыка. В частности, это Кубанский симфонический оркестр. И сегодня мы поговорим именно о нем. И гость нашей сегодняшней программы – главный дирижер Кубанского симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств в Кубани Денис Ивенский. Здравствуйте! Денис, ну давайте вот с чего начнем. Я, прежде всего, очень рад вас снова видеть в нашей студии. Мы с вами не виделись, ну почти год по понятным причинам. Но теперь, я надеюсь, будет видеться чаще. И Кубанский симфонический оркестр, ну практически спустя год, заиграл. Как это было? Как такой рестарт произошел? Ну мы очень долго ждали, конечно, этого дня. И не только оркестр, но еще наши слушатели, которые писали и звонили, и собирались там куда-то идти и просить, чтобы выпустили. 7 февраля мы сыграли свой первый концерт после большого перерыва. Это был дневной концерт, посвящен он был творчеству Исаака Дунаевского, которому в том году, в прошлом уже году, у которого был юбилей. И так получилось, что этот концерт выпал на апрель, когда мы уже сидели дома. С удовольствием мы вышли на сцену, с удовольствием играли. Было два концерта, потому что из-за определенных условий нельзя вместить все количество зрителей. Вот, и сейчас, вот до конца этого месяца, до февраля, мы в субботу и воскресенье, так сказать, отдаем долги, играем те концерты, которые должны были звучать в конце прошлого сезона. Может быть, не очень корректный вопрос я задам, но тем не менее, да, действительно, есть сейчас ограничения, зал неполный, хотя желающих, я понимаю, что достаточно много. Хватает ли аплодисментов артистам, ну, с учетом того, что, ну, практически, да, через два на третьего сидят сейчас зрители? Вы знаете, ну, хватает, конечно, насколько это возможно, потому что люди встают даже в конце, стоя аплодируют. Но мы же артисты, мне кажется, даже если будет в зале два-три человека, мы же все равно будем играть и будем стараться. Вы знаете, я тут видел интервью органиста Паваля, он сказал, что вот орган звучит в пустом зале несколько лучше, нежели когда зритель, ну, по акустике, по эху. Для симфонического оркестра это ощущается или, может быть, не так? Вы знаете, у меня вообще какая-то странная история для меня, связанная с акустикой. Вы же знаете, что несколько лет назад мы сделали капитальный ремонт. Мы с вами говорили, кстати, об этом здесь. Да, да, да. И как мне показалось, что акустика стала хуже. Хотя приезжал Владимир Александрович Понть, он говорит, да нет, ну что-то, акустика стала лучше. Почему-то мне не хватает верхов, и много, то есть низких инструментов много, а скрипок, допустим, мне не хватает. Но это мое какое-то ощущение. Те музыканты, которые приезжают к нам, играют и сольно, играют с оркестром, они все время говорят, какая у вас потрясающая акустика, какая потрясающая акустика. Мне наоборот, мне кажется, что когда полный зал, оркестр звучит намного лучше, я имею в виду по акустике. А когда зал пустой, ну, есть такое небольшое эхо. Музыканты, как они провели вот этот промежуток без концертов? Я так понимаю, что и репетиционные какие-то мероприятия тоже, наверное, были достаточно ограниченные. Ну вот, опять же, включаешь телевизор, говорят про спортсменов, да, что им это как-то на пользу все не пошло. Некоторых спортсменов мы потеряли, они будут долго восстанавливаться. Как музыканты Кубанского симфонического оркестра? Ну, конечно, плохо, потому что не у каждого есть возможность дома заниматься, особенно у духовиков. Соседи жалуются? Да, соседи жалуются. Те, кто имеет, конечно, такую возможность, они занимаются. Ну, как правило, ну, да и арфу домой не принесешь. Да, да и арфу, и тубу, на тубе не будешь дома заниматься, на тромбоне. Поэтому, конечно, им это было очень тяжело. Они и мне звонили, и писали, у нас есть общий чат, где мы переписываемся. Конечно, все переживали, все думали, что же будет с нами, как, собственно, и балетные. Естественно, все поправились. Что-то как-то где-то уже к концу пандемии уже даже свыклись с этим, что думал сидеть хорошо. Ну, да, мы, конечно, вышли чуть пораньше, потому что мы же еще репетировали. Нам разрешили репетировать, но в ограниченном количестве. Я разделил коллектив на два состава. То есть, если струнники в привычной посадке сидят двое за пультом, то здесь по одному и на расстоянии. Духовики тоже должны сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга защищенным экраном из оргстекла. И специально, допустим, духовики, которые медные, для конденсата, у них такие, как бы, маленькие баночки. То есть, все очень жестко. Но работать-то хочется, играть-то хочется. Поэтому за это время прошло плодотворно, потому что мы подготовили много интересной новой музыки, которые до этого не играли, не потому что не хотели, а потому что как-то руки не доходили. Вот если позволите, давайте, я планировал для себя, что о новой интересной музыке мы поговорим во второй части программы. А сейчас мы говорили, мы начинали с долгов. Да, вы сейчас отрабатываете вот те самые проданные билеты, которые были, ну, практически год назад проданы. Но ведь там же еще были заявлены некие циклы, некие программы, тот же Чайковский. Я так понимаю, что вы не успели закончить. Сейчас будем наверстывать или все с чистого листа? Вы знаете, да, мы не сыграли последний концерт из цикла Чайковский. Это третий концерт для фортепиано с оркестром и знаменитая шестая патетическая симфония. Вы знаете, этот концерт пока перешел на осень, потому что я не могу... То есть не оставили его? Нет, конечно, не оставили. Мы должны его сыграть, во-первых, чтобы и цикл закрыть, и люди, которые приобрели билеты, они почему-то их не сдают в кассу. Вот я бы не хотел сейчас сыграть шестую симфонию, но просто это неправильно, и нельзя играть таким маленьким составом. И мы решили, что мы перенесли на осень, когда нас... Мы очень надеемся, но так и будет, мы уверены, осенью мы обязательно сыграем и симфонию, и третий концерт. И закроем этот цикл, чтобы уже как-то... Значит, чтобы на душе уже даже было... А получается, что вот это вот единственный незакрытый цикл, да? Цикл, да. Концерты еще некоторые перенеслись. У меня должен был быть концерт с гитаристом из Санкт-Петербурга, лауреатом международных конкурсов. Один из самых таких успешных сейчас гитаристов нашего времени, Егор Свеженцев. Мы должны были играть второй концерт Тедеско. Он тоже перешел на осень. А вот опять же, если мы говорим о приглашенных артистах, я понимаю прекрасно о том, что вот так договориться достаточно сложно, особенно если это звезда, а к нам, слава богу, приезжают достаточно именитые солисты, у них тоже все расписано, у них тоже есть какие-то свои обязательства. Сейчас все придется передоговариваться заново и как-то вот эти планы совмещать? Вы знаете, но мы решили пока до конца уже вот этого сезона, до отпуска, до июля, никого не приглашать. Но нам повезло, в туре сейчас концерт, нам находятся разные музыканты, в том числе два выдающихся музыканта. Это Борис Андрианов, филанчелист, и Гайк Казазян, скрипка. Они находятся в туре, и они сами позвонили и изъявили желание сыграть концерт в Краснодаре. Конечно, мы за эту идею цепились, они будут в апреле месяце, сначала Андрианов, потом будет Гайк Казазян. Вот здесь, мне кажется, на этом нужно сделать такой серьезный акцент. Я имею в виду на вашей фразе «они сами позвонили», потому что мы говорили, да, в том числе об этом в наших программах. А, у нас хороший зал, Б, у нас очень хороший оркестр, о нем знают далеко за пределами Краснодара и даже Южного федерального округа. И мы сейчас уже достигли того уровня, когда нам говорят, можно, пожалуйста, можно с вами поиграть, можно мы приедем к вам поиграть. Ну, и такое бывает, но что касается этих исполнителей, просто понимаете, я имею в виду в данных условиях, в условиях пандемии, ребята, находясь в туре, видно им как-то было по пути через Краснодар. Они позвонили, давайте сыграем, ну, конечно, мы уцепились, потому что, ну, это выдающиеся действительно музыканты. Нет, нет, я ни в коем случае не умоляю их талант, просто я к тому, что, ну, у нас, да, действительно хороший оркестр, и он ценится. Да, да, да. О детях давайте поговорим, ведь очень много выступлений симфонического оркестра так или иначе были связаны с детьми, и вот с этой миссией просвещения, с этой миссией, как бы это правильно сказать, миссией влюбить ребенка в искусство, да, это будет продолжено? Конечно, обязательно, это наша традиция, этому абонементу уже, ну, наверное, столько же, сколько оркестру, нам 30 лет на следующий год. Вот, поэтому и сейчас, и какие-то концерты мы уже сыграли, которые должны были сыграть в прошлом сезоне, и даже, когда мы отдадим долги, мы все равно будем делать в воскресенье детские концерты, без этого никак. Мы должны подготавливать своих слушателей. А запрос на это есть? Опять же, вот вы говорили о том, что зрители звонят, я так понял, что это взрослые, мы как раз когда говорили о Чайковском, да, звонят, билеты не сдают, они вот интересуются уже, вот когда, когда, когда вы нас пустите, когда. А то, что касается детской аудитории, она вот такая же активная, такая же заинтересованная? Ну да, заинтересованные родители, которые приходят с семьей. Конечно, они и звонят, и пишут, даже у нас есть концерт в рамках абонемента для самых маленьких, концерт по вашим заявкам. То есть, они могут к концу сезона, как это правило, в кассу оставить записку, чтобы они хотели услышать, ну, из такой, из детского основного репертуара, и репертуара, или из как бы знаменитой классики. Вернусь ко взрослым и к тем концертам, которые уже были, у нас не очень много времени остается до рекламы, чтобы не начинать новую тему. Я понимаю, опять же, ограничения. Я прекрасно понимаю, что есть какое-то количество зрителей, ну, такого постоянного зрителя, которого, наверное, вот так вот, когда выходишь на сцену, наверное, можно узнать лица, особенно, наверное, первые ряды. В условиях вот этих ограничений, зрители сидят в масках, знакомые глаза вы уже успели заметить? Есть знакомые глаза, конечно, ну, и правильно вы заметили, очень много людей, которые, вот прям, знаете, ну, вот постоянно ты уже приходишь и видишь, что вот они здесь, они сидят. Да, несмотря на маски, конечно, глаза выдают. Я надеюсь, это очень приятно. Очень приятно, конечно, конечно. Во-первых, вообще, вот эта встреча, знаете, когда уже сидишь и неизвестно, что думаешь, а вдруг вот так, а вдруг вот так. Первый концерт был вообще на такой, знаете, на такой эйфории какой-то. Ну что ж, сделаем сейчас небольшой перерыв, посмотрим рекламу, потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о Кубанском симфоническом оркестре. И еще раз напомню, что гость нашей сегодняшней передачи Денис Ивинский, главный режиссер Кубанского симфонического оркестра, заслуженный деятель искусства Кубани. Денис, ну вот в первой части мы с вами как-то так все вокруг пандемии говорили, может быть, не об очень приятном и о неком простое, который был в работе коллектива. Во вторую часть мы с вами договорились, что будем говорить, уже заглядывать в будущее. То, что касается будущего. У вас пополнение в личном составе, как говорят в армии, Петр Горобец появился. Если можно об этом, что готовите? Он пока еще не в личном составе, он просто пока еще только в городе. Это замечательный молодой пианист, выпускник Ростовской консерватории, который после окончания уехал в Германию. И около 10 лет жил в Берлине, учился, работал. И вот тоже из-за пандемии пришлось вернуться сюда, на родину. И друзья его позвали в Краснодар. Я об этом узнал совсем недавно, но позже, чем все остальные. Он действительно очень уникальный, специализируется в основном на венских классиках. Моцарт, Бетховен. И, пользуясь моментом, пользуясь случаем, мы решили с ним сделать два концерта. Это концерт Моцарта и концерт Прокофьева. Моцарт будет у нас в марте, уже, по-моему, 14-го числа. А Прокофьев будет в мае. И в мае же мы с ним уезжаем в Сириус, где 22-го мая будет концерт нашего оркестра в Сириусе вместе с ним. Тяжело ли было договориться? Нет, не тяжело. Он такой очень открытый, очень контактный человек. Он безумный фанатик. Он постоянно занимается. Занимается везде, где есть рояль. Соседи ему не мешают, как духовикам. Соседи ему не мешают, да. Но он мало спит и много занимается. Поэтому он с самого утра, как я не приду на работу, он уже сидит и занимается. И он занимается не только сольно. Он будет играть не только сольные программы и программы с оркестром, но еще всевозможные камерные трио, квартеты, квинтеты, все что угодно. Как оркестр отреагировал на, вот мы в первой части говорили, да, что у нас будут приглашенные артисты. Вот сейчас то, что касается Петра. Как вообще оркестр относится к тому, что приезжают действительно именитые музыканты, с которыми нужно играть? Ну, для оркестра это, конечно, очень престижно, очень интересно. И у каждого солиста они встречаются с особым интересом, потому что, ну, есть чему поучиться, да. Как-то, ну, какое-то новое веяние, да, в оркестре, допустим, они всегда ждут, спрашивают, кто приедет. Я еще хочу каких-нибудь дирижеров пригласить, чтобы тоже для оркестра это был такой небольшой приятный шок. Знаете, как в одном было фильме, да, на мое место придет другой, но еще не значит, что он будет лучше, чем я. Да, 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 да. Это всегда как-то так воспитывают, всегда как-то держат коллектив в тонусе. Это очень полезно. Если позволите, немного о личном. Насколько я правильно понимаю, вы сейчас готовите некий авторский проект. И, опять же, вот то время ожидания, когда можно будет попасть в зал и встретиться со зрителем, тоже не прошло для вас даром. Я знаю, что вы, ну, там какая-то, по-моему, даже детективная история с партитурами, с современной музыкой для симфонического оркестра. Вы, наверное, имеете в виду саундтреки. Саундтреки, да. Да, то есть пандемия для меня не прошла даром, я вдруг почему-то мне захотелось, много смотрел, много слушал, много читал за это время. И наткнулся случайно на концерт в интернете, на концерт какого-то европейского оркестра, сейчас не вспомню. Они играли саундтреки к знаменитым кинофильмам. И голливудским, и не очень голливудским. Вот, и я как-то заинтересовался, там прям целое шоу. То есть это, если будет, это будет концерт не в органном зале, это, скорее всего, будет концерт во Дворце искусств, где помимо оркестра, помимо звука будут еще какие-то спецэффекты, естественно, видеоряд. Там будет единственный художник, режиссер и, в общем, пока что это еще так вот задумки. Но я за это время нашел около 30 оригинальных партитур к зарубежным таким блокбастерам. Ну, начиная от «Звездных войн» и заканчивая там, я не знаю, «Джимсом Бондом», и «Один дома», и «Бэтмен», и «Человек-паук», и «Рокки», и «Титаник», и, я не знаю, «Сумерки», и «Парфюмер». То есть около 30 партитур. Я не уверен, что они все войдут в эту программу, потому что это будет какой-то неимоверный концерт. Но войдут, самые интересные войдут. Я понимаю, что далеко не все зрители нашей программы, они вот такие, часто посещают концерты симфонических оркестров. Поэтому, а почему, неужели найти партитуру для оркестра, ну, мелодия знаменитая, ну, сели музыканты. Знаете, вот такое обывательское представление, ну, что там, ну, да, там было на баяне, к примеру, да, в фильме, а здесь, ну, на гитаре можно сыграть, это же, ну, что, переложил и все. Почему так сложно найти это? Вот переложить, да, известную, там, какую-то мелодию на симфонический оркестр, это сложно? Этому надо учиться. И даже те люди, которые считают, что они это умеют, это не всегда у них получается. Потому что, на самом деле, очень полно всяких аранжировок разных, знаменитых мелодий. Но это из всего этого выбрать что-то такое стоящее. Если, иногда, очень редко бывает, что чья-то аранжировка, какого-нибудь там великого аранжировщика, гораздо интереснее, чем оригинальная партитура. Здесь, да, если это сделано интересно, сделано вкусно. Но мы же говорим про оригиналы в том, мне кажется, в этом-то и ценность, что это оригинальные ноты. Потом же еще есть авторское право, да, то есть это современная музыка. Здесь нужно договариваться об этом, понимаете? Поэтому тут еще как бы есть только наметки, наработки, мысли, желания, фантазии. Как это будет? Ну, я думаю, что это будет, потому что, ну, я посмотрел в Москве это делать, и в Санкт-Петербурге. В общем-то, ну, иметь, вот, допустим, полную партитуру к Титанику. Где рукой автора написана, вот, прям писаная партитура. Ну, вот кто-то взял, выложил ее в интернет. Я не знаю, ну, как, ругают за это, не ругают. Но я ее приобрел, причем случайно. То есть, есть какие-то определенные ресурсы, где-то закрытые, где-то не очень, где-то как-то по договоренности. Есть хорошая аранжировка, вот, прям блестящая, к фильму, к мультфильму «Аладдин». Она идет 10 минут, прям все это сделано. Ну, это прям Бродвей, понимаете? То есть, это настолько сделано интересно, настолько это красиво аранжировано, что это так сочно, вкусно звучит, что... Подождите, вот здесь давайте, я тоже не самый крупный специалист. Вы уж извините меня, может быть, я буду задавать вам какие-то наивные несколько вопросов. Вы говорите про тот же самый «Титаник». То есть, композитор сам расписал все для... Фильма. А, он расписал для фильма, а там же еще нужно разложить на все инструменты в симфоническом оркестре. Или это уже кто-то делает отдельно? Нет, он написал партитуру. Там в партитуре уже есть все инструменты. Партитура представляет собой такую, как бы, книжицу, да, где выписаны все инструменты. То есть, если у музыкантов по одной строчке написано, у дирижера их там от 24 до 40, грубо говоря. То есть, если у тебя есть партитура, можно просто это выписать в оркестре, во всех оркестрах. То есть, в данном случае это сделал сам композитор, то есть, он это уже все разложил. Я не думаю, что он сам выкладывал в этом интернет, он написал музыку, он сам. А для детей что-нибудь похожее? Ну, опять же, мы же... Ну, вот я-то такой продукт советского детства, да. Для меня вся музыка начиналась с каких-то там детских мультфильмов. Это вот там на Западе очень часто, да, в мультфильмах используют какие-то фрагменты классических произведений. У нас это, как правило, была такая авторская музыка. Ну, у нас уже давно существует мультконцерт, так называемый, из наших советских мультфильмов. И Крокодилгена, и Чебурашка. Ну, да, Крокодилгена, и Чебурашка. И Чебурашка, да, да. И Ну, погоди, и разные-разные. Есть идея сделать концерт из диснеевских мультфильмов. Тоже есть задумки, есть партитура, есть музыка. Но это, наверное, уже пойдет через сезон. Тут нужно подготовиться, как-то сделать так интересно, чтобы это был какой-то такой... Или это будет папури минут на 40. Так, вот так, с такого мультфильма. Картинечкой. Да, да, да. Ну, я имею в виду детский концерт, да, порядка 45 минут, как урок в школе, потому что, как правило, они больше уже не выдерживают. Вот. Есть такие задумки сделать по диснею. Как бы есть материал, еще нужно там что-то его доработать, поискать. Но, как бы, такие заготовочки есть. Ну, опять же, я понимаю, что симфоническая музыка, как и телевидение, такое коллективное творчество. Желаний одного дирижера, мне кажется, здесь не всегда может быть достаточно. Как музыканты восприняли вот такие идеи? Ну, музыканты с удовольствием, потому что они, допустим, я репетировал эти саундтреки, те, которые уже готовы. Они, конечно, все это играет с удовольствием, сразу стали вспоминать, смотреть фильмы, те, которые уже давно видели, обмениваться какими-то эмоциями. Вот. Но это же одна из составляющих симфонического оркестра, да. Некоторым музыкантам хочется играть Шостаковича, симфонии или Брукнера, поэтому мы стараемся, как бы, и то, и то, и то. И у публики спрашиваем, что бы они хотели. Мы как-то проводили анкетирование, по-моему, у вас уже это говорил, что люди писали, бросали. Вот так вот родился цикл, был у нас цикл «Русская музыка». Вот по вот этим вот записочкам, которые люди оставляли. То есть мы, я имею в виду, мы зрители, мы те, кто аплодирует в конце концерта, мы тоже можем так или иначе повлиять на творчество. Да, вот, допустим, недавно, уходя с репетиции, меня останавливает кассир, и, говорит, приходил какой-то дядечка, и спрашивал, когда вы будете играть Шостаковича? Передайте дирижеру, что хватит играть эту популярную музыку. Играйте Шостаковича. Вот, значит, нужно играть Шостаковича. В какой-то концерт вставим Шостаковича. Ну и последний вопрос, не так много времени у нас остается. Если мы говорим вот о вот этих произведениях, о саундтреках, о тех партитурах, которые вы нашли, насколько это далекая перспектива? Когда, ну, в принципе, мы можем, можем будем говорить о том, что вот концерт уже вот готов? И я надеюсь, что это будет осенью, или октябрь, или ноябрь, будем смотреть по ситуации, потому что, ну, как-то хочется играть на полный зал, понимаете, и без ограничений, получать это удовольствие. И этот концерт войдет в основной репертуар Дворца искусств и органного зала, и мы его будем играть в сезон, ну, посмотрим, сколько раз. Поэтому мне хочется, чтобы это несколько лет был такой, как спектакль некий. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что это все воплотится, и мы все это увидим. Спасибо большое, что нашли время и пришли ответить на наши вопросы. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, что мы сегодня говорили о Кубанском фифоническом оркестре, и гостем нашей сегодняшней программы был заслуженный деятель искусств Кубани, главный дирижер Кубанского симфонического оркестра Денис Ивенский. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok